Пожарный надзор Прошло относительно спокойно, относительно других соседних регионов. И тем не менее, ваши службы всегда на чеку. Сейчас приближается осенний-зимний пожароопасный период и вновь на чеку. Вот скажите, какова сегодня обстановка с пожарами в республике? На сегодняшний день, можно сказать, что довольно-таки напряженная обстановка у нас с пожарами на территории республики Хакасия. Это не только у нас по количеству пожаров, также по погибшим людям и травмированным в результате воздействия опасных факторов пожара. Рост пожаров у нас составляет на сегодняшний день 16%, рост количества погибших на 48% и травмированных у нас увеличилось в разы. Но это, конечно же, влияние той чрезвычайной ситуации, которая была у нас на территории республики весной. Но однако, даже если не учитывать ту ситуацию, все равно регистрируется рост количества пожаров. Лето у нас прошло довольно спокойно. В плане лесных пожаров вся Сибирь у нас сейчас, как вы знаете, горит. Но, слава богу, нас обошло. Это может быть и доведение до населения профилактических мер и ограничение доступа. Но однако, даже без учета вот той чрезвычайной ситуации, мы все равно, как говорится, в лидерах и у нас регистрируется рост. Последний год нам, предыдущий год, он нам дал небольшой прирост количества пожаров и количества погибших при них людей. Основные причины, конечно же, это остаются неосторожные обращения с огнем. В пожароопасные периоды, то есть это осенне-зимне-весенне-летние, это у нас и печи, и опять же неосторожное обращение с огнем людей. Вот почему такое пристальное внимание к пожарной обстановке именно в осенне-зимний период? Ну, вообще, это характерно для всего сибирского региона, Хакасия в него входит, и наступление холодов, массовое использование отопительных приборов, не только печей, а также и электрических приборов. Если в городах, в больших многоэтажных домах, то есть у нас отопительный сезон включается позже, то есть у холода уже, в принципе, уже в квартирах холодно, отопительный сезон еще не начался, тепло в квартиры не поступает, и люди начинают массово использовать электрические приборы, перегружая сеть и не думая о том, что их электропроводка может, в принципе, выйти из строя, случится короткое замыкание. А в частных домах, ну, это кто не подготовил вовремя свои печи, свои котлы, свои трубы, то есть из-за этого может также случиться возгорание. И тем не менее, что больше всего вызывает тревогу противопожарных служб, это поведение людей, состояние нашего жилого фонда, отношение вообще к вопросам пожарной безопасности вот в обществе? Ну, вообще, как показывает практика, население, оно не до конца, граждане, они не до конца оценивают ту опасность, которая может возникнуть в случае возникновения пожара. Это будет и поведение человека до пожара и во время пожара, это, конечно, и состояние жилого фонда. Наступает у нас осенне-зимний период, ну, и хотелось бы, вот у нас такая тема сегодня, актуальная. Поведение человека, то есть это и растопка печи, растопка котла, легковосломняющаяся жидкостями, бензином. Тут очень много примеров таких нелепых, которые из-за поведения человека, то есть тот, кто растапливает прибор, случается пожар и гибнут люди. На памяти такой пожар. Отец остался один с тремя детьми, по-моему. Мать была на работе. Он решил, то есть дома стало холодно, он решил растопить печку. Видимо, труба была засорена, тяги не хватало. Он решил растопить печку бензином. При попытке растопления, то есть зажег спичку, произошел хлопок-взрыв. И, соответственно, это его ввело в такое состояние, когда он некоторое время ничего не понимал. За это время уже успело разгореться ближайшее, что там было рядом, тряпки, дрова и так далее. Итогом этого пожара, случившегося уже, он сам в реанимации был с ожогами, а дети погибли, к сожалению. Ну а вообще как Хакасия на фоне страны у нас смотрится, на фоне других регионов? На фоне страны республика Хакасия на данный момент находится выше среднего показателя вообще по всей стране. А на фоне региона мы ближе к последнему месту по количеству пожаров. То есть у нас превышает средний показатель по Сибири. Ну виной-то ему, конечно же, и та чрезвычайная ситуация, которая произошла весной. Ну и тем не менее мы ближе к последнему месту. В начале каждого учебного года в сентябре в школах проходят уроки безопасности и практические занятия по эвакуации. С чем это связано? Для чего? Прошли длинные летние каникулы, дети возвращаются в школу для того, чтобы скорее адаптировать их к новому учебному году, напомнить правила, основные правила поведения в чрезвычайной ситуации, в нашем случае мы говорим про пожары, напомнить педагогам основные правила пожарной безопасности и детям не только в школе, но и в быту. То есть поскорее напомнить им те основные правила, которые они, может быть, успели подзабыть за летние каникулы. Будут проводиться в течение всего сентября в каждой школе будут проводиться тренировки по эвакуации, беседы, уроки. Они организуются профилактическими группами, экскурсии в пожарной части, где будут рассказываться про профессию пожарного, демонстрироваться пожарно-спасательное оборудование. У нас проходит эвакуация. По результатам эвакуации учебное заведение получает какую-то оценку. Вот как наши учебные заведения вообще справляются с этим? Надо сказать, что благодаря, может быть, и нашей работе, совместной с педагогами, с Министерством образования, эта оценка постоянно повышается, и результаты, они, конечно, растут. То есть можно выставить твёрдую четвёрку всем. А вот эта оценка, от чего она зависит? Скорость детей, скорость выхода детей? Вообще какие параметры в эту оценку входят? Ну, в эту оценку входит, конечно же, скорейшее. То есть тут для чего проводится эвакуация? Чтобы опасные факторы пожара в случае возникновения, они не нанесли вреда ни детям, ни педагогам. И тут, конечно, зависит от действий обслуживающего персонала, как говорится на объекте. В данном случае это учителя, профессорский, преподавательский состав. Насколько быстро они смогут сориентироваться в той или иной ситуации, смогут вывести детей, организованно их собрать, как говорится, простым языком пересчитать и понять, кто-то, может быть, остался внутри, а кто-то успел уже уйти. И тем не менее пожары в учебных заведениях, в образовательных у нас случаются? Да, к сожалению, случаются последние на памяти пожары. Это у нас в городе Абакане в детском саду. Но здесь претензии больше не к детям и педагогам, а тут претензии к той организации, которая проводила сварочные и ремонтные работы. То есть не до конца были соблюдены требования пожарной безопасности, и по их вине случилось загорание. Ну, к счастью, вовремя успели сообщить в пожарную охрану, и большого убытка, ущерба это возгорание не принесло. Вообще в республике у нас было три пожара, остальные в текущем году остальные были зарегистрированы не в самих учебных заведениях, а на территории. То есть в одном случае в Абаканском районе, по-моему, там сгорела беседка на территории школы. Как часто проводят проверки пожарной безопасности школ? Это только перед учебным годом, либо это может быть и посреди? Вы можете внезапно нагрянуть. Перед учебным годом обязательно в августе проводится приемка школ всеми заинтересованными ведомствами, куда государственный пожарный надзор, конечно же, обязательно относится. На каждом объекте, на каждый объект выезжает инспектор по пожарному надзору. Своими глазами убеждается в том, что все пути эвакуации свободны за лето, они не заблокированы, не заставлены какими-то горючими материалами. Своими глазами убеждается, что та пожарная сигнализация, которая находится на объекте, она в работоспособном состоянии. Ну и, конечно, все организационные документы. Ну а что касается внезапных проверок, то в соответствии с законодательством Российской Федерации у нас вообще проверки проводятся в отношении общеобразовательных школ. Это не чаще одного раза в два года. То есть, если выдавалось предписание, то обязательно придет инспектор проверить, как это предписание исполнено и исполнено ли оно вообще. Основные рекомендации от вас для родителей, учителей и самих учеников, чтобы их пребывание и в школе, и вне школы было безопасным? Ну, тут хотелось бы, если говорить о культуре безопасности детей, то, конечно, хотелось бы обратиться и к родителям. Потому что основная ответственность за воспитание своего ребенка, она все-таки выложена на родителей. Пожалуйста, это не забывайте и проводите с ребенком какие-то беседы. Я понимаю, что если из 10 детей сказать «не трогай спички», то 9 из них пойдут и все-таки их зажгут. Ну, как-то возьмите вместе с ними, зажгите, покажите, как горит эта спичка и к чему это может привести. Все основные требования будут доведены до детей и до педагогов. Это на уроках безопасности в школе. Для родителей и педагогов советую почитать постановление правительства Российской Федерации номер 390. Это правило противопожарного режима в Российской Федерации, где описаны основные требования не только к организации, но также к частному жилому дому. Это как бы хотелось бы пожелание ко всем, чтобы знали о таких правилах и все-таки иногда их читали. Я благодарю вас за то, что ответили на наши вопросы, нашли для этого время. И, кстати, в этом году МЧС празднует 25-летие. Дата приходится на 27 декабря. От себя лично и от всех сотрудников ГТРК и, наверное, от каждого жителя нашей республики я поздравляю ваше ведомство в вашем лице сейчас с этим праздником. Спасибо вам за то, что приходите на помощь в самое сложное время. Удачи и как можно меньше чрезвычайных ситуаций. Спасибо большое.